Итак, мы идем дальше. Следующее, что я ставлю в систему после ее установки, это сервер, локальный сервер, для того, чтобы можно было разрабатывать сайты не на хостинге, чтобы их тестировать, а прямо здесь на компьютере, на вот этом виртуальном сервере. Я использую для этого OpenServer, поэтому в поиске пишу OpenServer и захожу на главный сайт. Так, здесь заходим на «Скачать», указываем код с картинки, выбираем полную версию и «Скачать». Так, здесь можно заплатить деньги и скачать файл быстрее. Я в данном случае нажимаю «Нет, спасибо, хочу скачать». Так, «Сохранить» и жду, когда у меня произойдет закачка. Так, у меня загрузка завершена, поэтому я запускаю установщик и устанавливаю OpenServer. Так, сначала нужно все это дело распаковать. Для этого, я думаю, лучше создать некую директорию временную. Так, все, распаковка у меня завершена, поэтому захожу в «Стемп» и вот у меня OpenServer. То есть отсюда я могу его уже переместить в любое удобное мне место и там, соответственно, он у меня будет жить. Теперь я могу его запускать, добавлять домены, добавлять базы данных и работать с сайтами на локальном компьютере, точно так же, как я мог бы работать с ними, допустим, на реальном хостинге. Здесь я углубляться не буду в работу с этим OpenServer. Если вам интересно, вы можете найти эти материалы на моем сайте. ЕвгенийПопов.ком Я там делал обзорный урок по этому OpenServer. Здесь есть раздел «Журнал». Так, вот рубрики «Журнал». И в 69 выпуске, вот 69 выпуск, здесь вот про OpenServer я делал материал. На этом я здесь заканчиваю. Жду вас в следующем уроке. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова